Сегодня Государственная Дума провела в полном смысле слова историческое заседание. После острых дискуссий палата приняла заявление о Катынской трагедии и ее жертвах. Депутаты дали оценку одной из самых мрачных страниц советской истории, назвав расстрел пленных польских офицеров общей трагедией двух народов. Всю ответственность за это преступление парламентарии возложили на тогдашнее руководство страны. Рассекреченные в последнее время документы неопровержимо свидетельствуют. Весной 1940 года десятки тысяч польских граждан казнили по прямым приказам Сталина, Берии и других членов коммунистического политбюро. Заявление о Катынской трагедии Госдума приняла несмотря на противодействие фракции КПРФ. Большинство депутатов уверены, признание исторической правды станет прочной основой для укрепления отношений между Польшей и Новой Россией. Мы убеждены в том, что в этом вопросе должна быть поставлена политическая и моральная точка. Научные споры, наверное, будут продолжаться, но политическая и моральная точка должна быть поставлена российским и польским народами. Мы должны переступить через эту трагедию, за которую современная Россия никак не отвечает, и идти дальше. Продолжение следует...